В плане получаемого опыта наращиваемые экспертизы ежедневно командами по кибербезопасности это безусловно шаг вперед. Если раньше на среднюю кампанию атака происходила примерно раз в полгода и оказалась непривычным для команды, сейчас они происходят практически ежедневно. Команда находится в тонусе, ежедневно развивая собственную экспертизу и свой опыт противодействия угрозам. В технологическом стеке, опять же, я бы не сказал, что мы вернулись в каменный век, мы находимся достаточно близко к старой ситуации, но мы действительно чуть отступили назад за счет потери возможности использовать западные технологии, которые местами были бы чуть более зрелые, чем наши. Как практически все российские компании, мы остались с другой стороны баррикады, но пока это еще не железный занавес, но очень близко к нему, поэтому санкции имеют двусторонний характер. Есть страны, которые по-прежнему комфортно относятся к российским технологиям, даже, наверное, учитывая то, что они увидели в России в плане западных санкций с большим комфортом, понимая, что они находились в схожей или даже большей зависимости, им нужны в этом месте партнерские решения, которые смогут им помочь. Но в целом российские вендора в классическом западном мире сейчас скорее персона монграда, и этого рынка для них не существует. Помимо классических регионов СНГ, это Ближний Восток, это Юго-Восточная Азия, это Африка, это местами Латинская Америка, то есть много стран, которые в этом месте относятся к текущей геополитической ситуации спокойно, и считают, что для них в этом месте важно изменять отношение как к государству, так и к его технологиям и его организациям. Несмотря на ситуацию, в том числе благодаря ситуации, в некотором смысле спрос в регионах растет, потому что, опять же, из наблюдения происходящего в нашей стране, они понимают два факта. Первое, что мы получили уникальный опыт противодействия кибер-угрозам с максимальной интенсивностью, с максимальной плотностью от разных уровней злоумышленников. Второе, они понимают, что их зависимость от технологического стека западного, наверное, является не менее сильной, чем у нас, и они пытаются соблюсти некоторый паритет в своем технологическом портфеле, в том числе рассматривая российские технологии как потенциальные замены западных. Это очень сложный круговорот, и на самом деле сейчас все двигаются в едином потоке. Мы видим довольно серьезное объединение индустрии целиком. Иногда оно происходит под эгидой государства. В рамках пренарного заседания коллеги из НКЦКИ рассказывали про формирование оперативного штаба при НКЦКИ, куда в том числе наша компания входит. Мы в рамках пресс-конференции разговаривали про то, что ключевые игроки отрасли, мы, Бизон, Касперский, Позитив, тоже объединяем свои усилия для противодействия современным угрозам. Поэтому и государство, и бизнес, и коммерческий сектор в этом месте, ну, в смысле, компании-интеграторы и компании-вендоры в информационной безопасности пытаются помочь друг другу и поддержать в силу своих возможностей нормативкой со стороны регуляторов, как-то своими инфраструктурами, своим опытом коммерческие компании, ну, и своими технологиями производителя. Это все очень сильно взаимовязано. Мне кажется, подход должен быть сегментирован. Если компания имеет возможность тратить на кибербезопасность серьезные деньги, она должна использовать все технологические наработки вендоров, сервис-провайдер для того, чтобы себя защищать. И это вопрос, скорее, осознания ответственности за собственную кибербезопасность, собственную киберустойчивость. Когда мы говорим про компании широкого спроса, вот в рамках пресс-конференции мы обсуждали вопрос такой, ну, как-то что-то похоже на бесплатную медицину. Здесь действительно должны рождаться рекомендации, должны рождаться подходы и местами утилиты, которые может использовать любой желающий на бесплатной основе и которые позволят ему, если он хочет, сделать себе защищеннее. Но, тем не менее, в каждом случае это некоторый баланс и, в первую очередь, заинтересованность самой организации на уровне первых лиц к тому, чтобы кибербезопасностью по-настоящему заниматься. Любая сбор, коллаборация, отрасль всегда полезна. И магнитогорские мероприятия всегда славились тем, что они проходили без галстуков. То есть вместо официоза, официальных позиций компании в сопровождении пиарщиков с сухими комментариями настоящие эксперты собирались вместе и вот так вот действительно без галстуков, без купюр обсуждали серьезные насущные проблемы. Я считаю, что любого мероприятия такого формата точно важно, потому что опыт у каждого копится, и он не всегда может быть получен в рамках классических информационных обменов. Иногда просто пообщаться за столом – это очень важно. и здесь сложно не отметить, что на самом деле с 2020 года по мере прихода в нашу жизнь удаленки и ковида, конечно, коммуникации стало все меньше, и безопасники соскучились по живому общению. Хотя сейчас его и стало побольше, но конференция точно придется к месту. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова